ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Шумные праздники, величественные пейзажи, православные святыни. Как три реки, окружившие остров, в Свияжске слилось все, чтобы зацепить каждого попавшего сюда. Здесь особенность национальной, национальной, культуры, кухни, пейзаж. Определенно здесь есть что сфотографировать. Но это такое уникальное сочетание достаточно. Особенно мне нравится, что здесь есть, я так понимаю, частные участки. То, что Волга, у нас тоже Волга, ну, перед ним нас не удивишь. А стариной, да, так сказать, Волгоград у нас ничего не осталось, он был разрушен во время войны. А здесь, благодаря усилиям людей, вообще все сохранилось, восстановилось. Уникальная Троицкая церковь без гвоздей, величественный собор всех скорбящих радость, церковное искусство на улицах и в музеях. Выставка произведений конца 19-го, начала 20-го века до 19-го августа в музее истории Свияжска. Иконы Рериха, Нестерова, Хоругви, облачения священнослужителей и многое другое. А примерно к середине сезона откроется и уникальный для России музей археологии дерева. Строительные все работы уже завершены, сейчас идет наполнение экспозицией предметами. Там наши посетители, попадая внутрь искусственного холма, могут увидеть раскоп, который именно на этом месте был предпринят, и увидеть те остатки зданий деревянных, которые обнаружены именно на этом месте. Богат сезон и на события. Уже в мае ночь в музее, 12 июня хоровой фестиваль музыка Веры, в конце июля театральная лаборатория Свияжской Артель. И, конечно, сентябрьская Свияжская Уха. Совсем скоро поездки в Свияжск станут еще приятнее, ведь наслаждаться живописными видами можно будет не только на острове, но и по пути. В ближайшие 10 дней откроется речное сообщение. За два часа туристов доставят из Казани на речной вокзал в месте слияния Волги и Свияги. Лина Зинатольевна, Данил Филатов, ТНВ, Свияжск. Субтитры создавал DimaTorzok